В республике продолжают устранять последствия мощного антициклона. Работы продолжаются в 10 муниципалитетах. В самые сжатые сроки необходимо подвести электричество к жилым домам. Бригады в экстренном порядке устанавливают новые опоры и ремонтируют подстанции. Как республика приходит в себя после природных катаклизмов, сегодня обсуждали на совещании в Доме правительства. Последствия ЧАЭС в республике устраняют общими силами. Районы, до которых антициклон так и не добрался, направляют экстренные бригады в наиболее пострадавшие муниципалитеты. Уже утром на совещании в Доме правительства чиновники рапортуют. Электричество подведено к 9 тысячам домов. Без света пока остается большое количество сел, но работу важных социальных объектов удалось восстановить. Подключены резервные источники питания, подано напряжение во все котельные. Из них 28 на резервных. Дизель-генераторы, да? То есть котельные сегодня функционируют. Несмотря на продолжающие обрывы каменных линий и крайне неблагоприятные погодные условия, в том числе и за вчерашний день, аварийные бригады продолжают работу в круглосуточном режиме. Без тепла и света в республике остались 17 школ и 7 детских садиков. Самая сложная обстановка в Маргаушах. Там не успели подвести электричество к четырем учебным заведениям. Их ученикам пришлось уйти на каникулы раньше срока. Ну я думаю, каникулы должны до конца завершиться, потому что каникулы имеют свой срок, раз его объявили. А что касается детских садов, как только будет тепло подано и электричество появится в детских садах, мы сразу детей примем. В республике подсчитывают материальный ущерб. Сумма пока уточняется, по всей видимости, она может превысить 50 миллионов рублей. Но главы районов указывают и на другие расходы. Вчера ориентировочный ущерб мы подсчитали. В целом, конечно, то, что касается сферы жилищно-коммунального хозяйства, это примерно 850 тысяч рублей. Мы испортили часть продуктов в образовательных учреждениях. Вы проводите служебное расследование, по чьей вине, значит, если люди ленно подошли к этим вопросам, то с них надо и спрашивать. На бюджет это нельзя списывать. Если что-то там такое и другое, скоро портишься продукты, надо было передать или куда-то, чего-то, значит, у вас же пункты вообще биты в Красномейском районе, районном центре, они работают. Пострадало большое количество железобетонных опор, пока восстановлению подлежат только провода, но их необходимо очищать от ледяной корки. На эти работы мобилизуют даже волонтеров. На призыв о помощи откликаются и местные жители. Прошу всех руководителей служб, где нужно организовать людей, прошу, уважаемые главы администрации вас, на местах, где на самом деле особо сложные участки, конечно, там людей у нас не будет хватать. Поэтому мобилизовать всех тех людей по линии службы занятости. Но если опоры устанавливают круглые сутки, то провода возможно проложить только в светлое время. Сейчас экстренные бригады работают, засучив рукава, но полностью устранить последствия, чьи осуд дастся не раньше, чем через сутки. Намного раньше в городах планируют убрать поваленные деревья. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!